Друзья, всем привет! Сегодня компания Xiaomi решила провести более расширенную презентацию новой HyperOS, нежели это было в октябре. Данное мероприятие раскрывает лишь только больше подробностей о новой оболочке, а также есть некая информация о фишках глобальной HyperOS и про ее внешний вид. Поэтому присаживайтесь поудобнее, мы с вами начинаем. Мы уже имеем общее представление о работе новой оболочки. Это и новые фишки стоковых приложений, таких как безопасность, заметки, галерея, ну и так далее. Это новая шторка, улучшенная кросс-платформенность, ну и тому подобное. Ну и кстати, кто не видел полный обзор новой HyperOS, то в описании вас будет ожидать ссылка на это видео. Ну а сегодня же компания Xiaomi решила сделать акцент на том, что была проведена очень глобальная работа над интерфейсом, анимациями, над умным домом и прочим. Конечно же, боль многих пользователей Xiaomi это анимации. Разработчики в курсе этих проблем и пытаются решать этот момент, ну и попытались как бы это изменить в HyperOS. Вышло, конечно же, на этих рендерах очень даже, плавность видна, затупов и фрезов не наблюдается. Одно из этого ясно точно, данные анимации будут работать полноценно на флагманах. Что же касается бюджеток и средних бюджеток, там будет все несколько иначе. Но, как говорится, надежда умирает последней. Конечно же, был сделан в очередной раз акцент на кросс-платформе Xiaomi Interconnectivity, или же так же, как оно еще будет называться, HyperMind. Эта история очень поможет для тех, кто работает одновременно на разных устройствах. Ну и чтобы не сохранять по 100 раз одно и то же, можно просто перенести легким жестом руки на другое устройство. Это да, очень удобно, но данная фишка, скорее всего, будет доступна только на китайском рынке. Но ведь оно и понятно, что ведь самые крутые фишки только для Китая. Еще также будет представлена в новой оболочке HyperConnect. Данная фича позволит вам обмениваться мультимедиа между своими устройствами Xiaomi. К примеру, вы слушаете музыку на смартфоне, легким движением руки ее можно перекинуть на телевизор или же планшет. Также при этом в Сомсимбиозе будет крутая менюшка переключений и регулировок. Но опять же, как я сказал ранее, это все будет доступно только для Китая. Скругление краев графической составляющей системы, новый вид уведомлений, новые цвета, кастомизация и шрифт. Компания это позиционирует как живая эстетика. Конечно, лично я получил кайф от возможности кастомизации, когда впервые поставил новую HyperOS. Да и в этом что-то есть. На вопрос, будет ли такая же история с живой эстетикой и на глобальном рынке, однозначного ответа нет. Ведь никто не знает, что у разработчиков в головах насчет глобальной HyperOS. И был также еще сделан акцент на шрифте. Как вы знаете, в MIUI Global шрифт не меняется уже где-то с MIUI 8 или с MIUI 9. Чего не скажешь о китайском варианте оболочки. Но в этот раз разработчики решили уравнять эти прошивки хоть в чем-то. И на глобальный HyperOS стоит ожидать MIUI Science Global. Над этим шрифтом работала целая команда, которая сумела воплотить, как по мне, очень даже интересный вариант шрифта. Также была заявлена поддержка более 600 языков. И самое интересное я решил оставить напоследок. Как же будет выглядеть глобальная HyperOS? Разработчики то ли специально, то ли случайно указали слайд с глобальной прошивкой, узнав которую можно по правой картинке. Ведь такой стиль меню только у глобальных версий. И как мы видим на сейчас, нет и намека на кастомизацию, как в китайской прошивке. Возможно это еще какой-то предрелиз или же реальная прошивка, до конца не ясно. Но сам факт того, что на многое не стоит рассчитывать для глобального рынка. Так вот сегодня компания Xiaomi продолжила нас интриговать новой HyperOS. Ни новых списков, ни еще какой-то дополнительной информации не последовало. Но спасибо за спойлер глобальной прошивки, теперь ясно, что обновление будет для галочки. Хотя возможно к релизу они еще все 300 раз поменяют, но на это надежд нет. Если вы уже сегодня хотите поставить приложение из HyperOS на свой Xiaomi с MIUI 13 или с MIUI 14, то в описании под видео вас будут ожидать актуальные ссылки на все обновления. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.